Хорошая организация школьного питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. В последние годы в питании юных славянцев произошли существенные изменения. Подробнее об этом в материале Тины Копачевской и Михаила Варгулёва. Время обеда по школьным коридорам лицея номер 4 доносятся шумные шаги. Это ученики спешат в столовую, чтобы подкрепиться. Запеканка, сырники, омлет, рыба с картофельным пюре, салаты и свежих овощей – всё это предоставлено на выбор школьников. Так называемый шведский стол – удобная форма подачи блюд, которая сейчас активно используется в школах. У нас уже два года питание разнообразно. То есть старшие дети имеют возможность получать питание со шведского стола. Мы им выдаем талоны. И сейчас они могут подойти и выбрать любое блюдо. Нам утром раздают талоны и потом при входе в столовую, при выборе блюда мы отдаем талон и берем то, что нам понравилось. И всё очень просто. И даже намного эффективнее, чем было раньше, потому что это была такая толпушка в столовой. Сейчас всё очень качественно и быстро происходит. Такой большой выбор блюд не оставляет равнодушным ни одного старшеклассника. А система талонов позволяет быстро и без очереди взять блюдо, которое понравилось. Альтернативное питание очень здорово, потому что каждый может быть по своему предпочтению. Кто-то любит, допустим, молочное, кто-то не любит молочное. Также мясо. Вот, допустим, я очень люблю запеканку. Сегодня мой любимый день, когда можно выбрать запеканку. Очень нравится. В принципе, никуда не бывает толпучки или что-то. Всё по талонам, вовремя. Всем всего хватает. Очень устраивает. Очень здорово. Все продукты как в замороженном виде, так и в готовом в четвёртую школу и во все остальные школы Славянского района доставляет комбинат школьного питания, который работает с 2011 года. В рамках программы по модернизации общего образования во всех школах Славянского района были созданы необходимые условия для организации горячего питания. В 96% школ поставлено новое высокотехнологическое оборудование, что заметно повысило качество питания обучающихся. А самое главное – администрации Славянского района было принято решение создать комбинат школьного питания на базе школы номер 17. Теперь работники комбината обеспечивают 97% школьников горячим, полноценным и качественным питанием. А на сегодняшний день комбинат школьного питания готовит по инфраструктуре школьного питания. Вот у нас три школы, три столовые школьно-базовые. Это те столовые, которые приготовляют ещё на несколько школ. 17-я обеспечивает много школ. И остальные школы, три школьно-базовые, тоже обеспечивают по 2-3 школы. Сим у нас буфет раздаточных. Вот мы, 17-я школа, обеспечивает всем буфет раздаточный. Буфет раздаточный – это там, где нет столовых, где мы привозим в контейнерах итальянского производства, где сохраняется температурный режим, качество приготовленных блюд. Комбинат школьного питания обеспечивает все школы полуфабрикатами мясной, рыбной и кулинарной продукции. Параковик томаты, тестомесы, пельменовый, реночный аппарат, а также шкафы шоковой заморозки. Все это усовершенствованное оборудование позволяет обеспечить школы, отдаленные от города, высококачественными полуфабрикатами. Директор комбината школьного питания Светлана Комиссарова признается, что продукцию они выбирают только качественную – кубанских производителей. Вся продукция у нас сертифицированная, вся продукция ГОСТовская. Поставщиков мы поменяли и на сегодняшний день, если появляется недобросовестный поставщик, мы его меняем. Мы постоянно продукцию актируем, делаем раскладку мяса, отход продукции, точно так же рыбу, яйцо смотрим, качество продукции, чтобы оно не было подсошено, чтобы ребенок кушал только качественную продукцию. Для того, чтобы меню было всегда разнообразным и вкусным, его разрабатывают технологи на базе сборника рецептур школьного меню, согласовывают его с Роспотребнадзором, после чего воплощают в жизнь. Иногда вносят корректировку с учетом пожеланий школьников. Для этого технологи комбината школьного питания регулярно ездят по школам и проводят анкетирование. Комбинат работает на базе именно 17-й школы не случайно. В пищеблоке этой школы был проведен капитальный ремонт. Теперь он соответствует всем требованиям к школьным пищеблокам. Я как руководитель школы могу сказать, что у меня появилось намного больше времени заняться учебным процессом, так как до этого мой рабочий день начинался с пищеблока. Сейчас, соответственно, этим всем занимается Светлана Васильевна, которой большое спасибо, что она освободила меня от всех этих забот. И хочу сказать, что все-таки школьным питанием должны заниматься специалисты. Поэтому родителям очень понравилась эта идея. Не на один процент у нас не снизились показатели по горячему питанию. Также в школе работает буфет. Открыли его для того, чтобы дети не бегали в ближайшие магазины и не покупали вредные продукты для перекуса, такие как чипсы и сухарики. В буфете школьникам на выбор предложено несколько горячих напитков – пирожки, сосиска в тесте, а также фрукты. Вся выпечка свежая, качественно приготовленная. Елена Серикова – мать двоих детей, которые учатся в 17-й школе. За них она спокойна, даже когда дети задерживаются в школе допоздна. Ведь Елена Серикова знает – дети голодными не останутся. Во-первых, я довольна организацией питания в нашей школе. Дети всегда, я знаю, что они всегда сытые. Они получают горячее питание, всегда свежее, вкусно приготовленное. И по этому поводу я спокойна. Хорошо, что у нас в школе открылся школьный буфет, где ребенок после школы, после основных занятий, когда он остается на дополнительное занятие, он может прийти тоже перекусить, выпить горячий чай или кофе с пирожком или с сосиской в тесте, или котлетка в тесте, что очень вкусно. По рассказам своих детей я это знаю. И даже может не один раз, а два раза прийти перекусить, и такое бывает, когда долго задерживаются. Как бы мы довольны. На здоровье детей экономить нельзя. Как показывает практика, родители поддерживают все полезные нововведения в вопросах организации горячего питания школьников. Ведь правильное питание – это залог здоровья детей, профилактика заболеваний, повышение работоспособности и успеваемости, полноценное физическое развитие детей и подростков. Тина Копачевская, Михаил Варгулёв, программа «События».